Добрый день, компания WebZap. Сегодня у нас в газетях Kia Sportage двигателя 1.6 D4 FE. Приехал он к нам с мелочной проблемой, скажем, поменять ролик, но уже при разговоре с клиентом выяснилось, что здесь не просто так он решил поменять ролик, а накануне была следующая ситуация. Супруга, хозяин автомобиля, ехала по трассе, ничто не предвещало беды, пошла на обгон, оборвало приводной ремень, кусочки этого ремня затащило под шкив коленвау, все это попало в ремень ГРМ, метки перескочили, удар по клапанам, вышли из строя рокера, распредвал. Хозяин автомобиля принял решение приобрести контрактный мотор стоимостью 220 тысяч рублей и возникает вопрос, а не проще ли было отремонтировать родной двигатель? Собственно говоря, подскажите, почему приняли такое решение? На самом деле, зашли в обычный даже интернет, по сайтам пробили сами, потому что за частям доходы выходили, то есть это было нецелесообразно, плюс работа, плюс ожидание запчастей, это все очень долго было, а то двигатель поставили быстро, двигатель, дай бог, ходит нормально, пробег за ремень большой, но только по этой причине. Двигатель резкий, и за частями есть проблема. А достать сам двигатель сборе проблем было, нет? Нет, на самом деле продаются. Ну, вариантов достаточно на рынке, да, из Европы, продаются на авито даже, там не проблема была найти. После замены данного двигателя в стороннем сервисе хозяин автомобиля обратился к нам, что есть посторонний звук от навесного оборудования. Естественно, понятно его переживание, чтобы опять не попасть на мотор. В ходе осмотра мы обнаружили, что там просто-напросто не хватает одного из роликов приводного ремня, что впоследствии, кстати, могло привести к тому же, да, что ремень бы соскочил, и опять его затянуло под шкив коленвала. Мы же заказали этот ролик, плюс продефектовали навесное оборудование, заказали еще ролик, в сборе с натяжителем. Вот так он выглядит. Срок ожидания 28 дней. Вот автомобиль у нас находился месяц. Ну и вот пришло время, будем уже менять ГРМ, менять этот ролик. О каких-то нюансах по замене и более подробно уже расскажет механик, который будет все это делать своими руками. Что у нас тут основные этапы? Помпу надо скидывать, да, обязательно? Нет, она идет сразу в замену. Решили ее заменить сразу помпу. Ну, это рекомендация идет, по сути, когда меняется МИГРМ, меняется и помпа, так как она тоже приводится к вращению при МИГРМ. Ну вот требуемый запчасти. Помпа, ролик, поменьше, натяжитель, еще один ролик. Самое интересное запчасти, о ней попозже расскажу. Ну, это не обязательно, но желательно, да, тонким слоем? Он может через какое-то время дать такую маленькую потечности, поэтому сразу я на тонкий слой. Для замены ремня ГРМ масляного насоса, который работает в масле, нам требуется демонтировать поддон и переднюю крышку, настоящую здесь. И производим замену ремня. Вот наш новенький ремешок. Работа его производится в масле. Да, то есть правило не лить масла на ремень приводной здесь не распространяется. Да, это антиправило. Слушай, ну и все это, в принципе, основной нюанс такой, да? Да, требуется при замене ГРМ его. Так как если он оборвется, соответственно, не будет давления, поэтому рекомендация при замене ремня ГРМ меняем и ремень масляного насоса. Вот мы и закончили с этим автомобилем. Все, что хотели и все, что нужно было сделать, мы сделали. А для вас одно пожелание или, скажем, подсказка. Обращайте внимание на мелочи. Что-то зашуршало, засвистело, заскрипело. Обращайтесь на станцию технического обслуживания для диагностики. Потому что, как мы убедились на данном примере, из-за такой мелочи, как приводной ремень, ролик, произошел такой крупный ремонт, замена двигателя. А на этом все. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова